Привет, друзья! Я направляюсь к своей дорогой Джине за домашними яйцами. Хочу вам показать дорогу немножечко. Мы живем в городке маленьком Траудейл, где мы сейчас едем, кстати. Это есть центр, даунтаун, как называют американцы, этого городочка. От самого Портланда это 15 минут. Здесь можно сказать, что это район Портланда. Просто здесь чуть другое понятие. Так, пешехода пропускаем. Что вообще, караул? В общем, я остановилась. Я снимала это видео о маленьких поросятах. Вот теперь я опять остановилась рядышком. Посмотрите на чернышей. Бегут. Мамка спит там в загоне. А малыши черныши. Любопытные. К сожалению, далеко здесь кусты. Не пробраться к ним. Ой, ребята, вообще ветер снес мне голову. Очень холодно. У нас здесь, получается, река Колумбия. И вот этот каскейт-лок, вот эти вот горы, хребет этот, что здесь происходит зимой, это жутики просто. Ой, резвятся поросяты. В общем, я только что остановилась. И как раз в почтовом ящике ковырялась хозяйка этой фермы. У нее вот здесь вот ближе к дороге находятся поросята. А дальше у нее есть еще, я не знаю, сколько акров земли, и у нее там овцы. Теперь, теперь я рада, что я наконец-то нашла в Америке grass-fed, то есть взрослых на траве полностью, 100% животных. До этого мы покупали у мясника, вот. Ну, он всегда говорил, что это от маленьких ферм, все такое. Но сейчас я очень рада, что я наконец-то, мы наконец-то сможем покупать непосредственно у людей, которые этим занимаются. Это была нелегкая задача, серьезно. То есть я 4 года пыталась, пыталась это найти, такое местечко, такую ферму, и людям, которые бы я могла доверять. Я поговорила с хозяйкой, она мне рассказала все, как она кормит, как они их содержат, что они делают, как это все происходит. Меня это устраивает на все миллион процентов. Значит, что свинину мы как бы не кушаем, но Петя любит бекон, так что я по маминому рецепту буду варить бекон. Это будет гораздо лучше, чем копченый в магазине. Вот, ну что, ой, вышли беляши, там такие беляши, в общем, но они не будут, конечно, не будут, наверное, не будут подходить ко мне. Сейчас попробую выйти опять их снять, посмотрим, что они скажут. Вот они, вот они. Тут двое осталось. А там вот черненькие. Видите, два малыша с мамкой. Она мне тоже разрешила делать фото и видео в любой момент, когда я захочу. Ой, их трое, тут еще черненькие вот. В общем, она мне позволила останавливаться здесь, когда я захочу, и снимать видео. Потому что, конечно, без разрешения хозяев в Америке этого делать нельзя. Ни в коем случае. Вот они бегают, трезвятся, значит, видите, они здесь и зимой, и летом, круглый год находятся на этом поле. Вообще, у них все разбито по отсекам. Дальше вот земля тоже их, и у них тоже есть вот такие вот загончики. Там просто усыпана солома, и они живут. Вот бочки с водой, видите, голубенькие. И все. Никаких загонов, никаких помещений, ничего. Вот такие лопатусечки. Вот такой вот ветер здесь, ребята. Не шутки, скажу я вам. Не шутки. Все. Поехали за яйцами. Как я рада, как я рада, что у меня теперь все будет в одном месте. Что мне не нужно будет никуда, не пойми, куда ездить. Иногда я тратила 3-4 часа, чтобы найти что-то натуральное. Только на дорогу. Да это, даже я мало сказала. Ну все, поехали к Джинне. Вот мы въезжаем в городочек, в котором живет Джинне. Называется Корбет. Корбет. И он славится своими ледяными дождями, сильными ветрами. Летом здесь недалеко был дикий пожар. Их тут всех эвакуировали. Такой маленький городочек. Я не знаю, сколько здесь живет тысяч человек. Я думаю, тысячи полторы-две, не больше. Вот такие вот здесь дуумики. Почти-почти приехали. Вот ее въезд. Мне очень нравится. Видите, когда заезжаешь на Писнестын. Это их фамилия. Там у них курятник вот этот. Мы там копали себе земельку. Это тоже дубы-колдуны. Посмотрите, не знаю, видно или нет. Но у них тут есть дом на колесах. С канатной дорогой. Посмотрите. Ой, дом на колесах, говорю. Ну вы меня поняли, ребята. Дом на дереве. Тут целый автопарк. Ну что, ой, ой, ветер-то тут покидал как надо. Ну что, останавливаемся? Смотрите, какой у нее тут дом на дереве. Супер. Для ее внучков. И канатная дорога. С одного дерева на другое. Это моя джинни. Я делаю видео для моих родителей и для моей семьи. Я егг-мяна. Да, ты моя перефектная егг-мяна. И я тебя забыла. У меня черепички в доме. Окей. Да, их еще территория. Вот это у них тут тоже был шторм, видите, и повалило деревья. Вот они. Вот наши подружки. Курочки. Счастливые курочки. Вот у нее курочки точно счастливые. Ну какие. Красотки рыжие. Да, разговорчивые, да, вы? Вот этот участок по левую сторону. Тоже ее. Это территория курочек. Тут они гуляют. Вот, видите, ветер, что натворил. А у джинни яйца, как всегда, коробка не закрывается. Смотрите, какое большое яичко. Супер. Ее яйца я никогда не проверяю. Проверено годами. Больше экспериментов не будет. Еще только что у нее спросила опять, в очередной раз. Джинни, мне нужна домашняя курица. Где я могу ее купить? Она говорит, я не знаю. Я кур покупаю в магазине. А ее куры, каждая умирает в своей заслуженной смерти. То есть у ее курочек миссия только одна. Нести нам вкусные, здоровые яйки. Вот так вот. Ребята, спасибо, что вы посмотрели это видео. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы подписаны на мой канал. Кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. Вот, жду ваших комментариев. И, пожалуйста, пальчик вверх или вниз. Для меня и то, и то будет очень важным. Спасибо большое. Пока-пока.